Во Владивостоке завершился экологический заплыв по заливу Петра Великого. Спортивное мероприятие приурочили к юбилею Дальневосточной столицы. Заплыв стартовал 16 июля. Первый эстафету передал лично глава Приморья Олег Кожемяка. Даем старт, товарищи! Далее в течение трех дней с утра и до вечера участники заплыва находились по 2-4 часа в воде, по очереди друг за другом. Вместе они преодолели дистанцию в 160 километров. Маршрут эстафеты пролегал через архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, Амурский пролив и острова Римского Корсакова в морском биосферном заповеднике. Все участники трехдневного заплыва были награждены памятными медалями. Конечно, все мы волновались, переживали, как он пройдет, но погода благоприятствовала. Вам огромное спасибо за то мужество, за отвагу, за решимость, за физическую выносливость, которую вы проявили во время заплыва. Бессловно, ваш заплыв войдет в историю нашего края, нашего города. Отметим, в состав эстафетной команды вошли опытные пловцы из разных городов России. Это участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году, русской кругосветки вокруг острова Русский в 2019 году и заплыва за чистый Амур, который состоялся в июне в Хабаровском крае. Дмитрий Беломеснов, Денис Юнак, Новости на Восьмом. Дмитрий Беломеснов, Денис Юнак, Новости на Восьмом.